У тебя брат есть? Так точно. Пропал в 42-м без вести. В кинотеатре «Мир» небывалый ажиотаж. С замиранием сердца зрители наблюдают за одной из самых ожидаемых картин года. Это предпремьерный показ фильма «Нюрдмерг». Среди первых зрителей и руководитель администрации Раиса Республики Асгад Сафаров. Прошу занять места. Большой трибунал. Международный. Фильм «Нюрдмерг» рассказывает о самом главном военном трибунале в истории. Четыре страны – СССР, Англия, Франция и Америка – судили преступников нацистской Германии. Те, кто даже знают о нюрдмергском процессе, не всегда знают о том, что именно наша страна настояла на его проведении и о ключевой роли в его инициации, организации и проведении. И это очень важно. Вот помни тех героев, которые были участниками нюрдмергского процесса, которые творили историю. Работа над фильмом началась в апреле 21-го. Съемки проходили в Праге, Москве, Калужской области и Калининграде. Помимо в точности воссозданных декораций, Нюрдмерг собрал звездный актерский состав. В ленте снились Евгений Миронов, Любовь Аксенова, Сергей Безруков. Мы обвиняем подсудимых в том, что они превратили войну в орудие массового истребления мирных граждан, насилия и разбоя. Над проектом работал интернациональный коллектив из США, Германии, Великобритании, Чехии, Дании, Франции и Бельгии. В основу сценария легла книга заслуженного юриста России и историка Александра Звягинцева. «На веки вечные» — роман-хроника времен нюрдмергского процесса. А также документальные записи, которые не так давно были рассекречены. Сегодня, мне кажется, одна из основных проблем современного общества в том, что очень много попыток фальсифицировать историю. Нам всем надо научиться тоже жить не чужими эмоциями, не чужими оценками, там, с ТикТока, там, еще с каких-то соцсетей, да, а научиться обращаться к первоисточнику и формировать свое собственное мнение и изучать историю своей страны. У первых зрителей сегодня фильм получил высокую оценку. Мне кажется, этот фильм очень важен для воспитания, для патриотического воспитания молодого поколения. Такое интересное смешение, вроде как и трагедии, драма, и есть такая любовная линия. Поэтому фильм еще раз, в очередной раз заставляет задуматься о тех страшных событиях, вообще произошедших в истории нашего Отечества. Нюрнбургский процесс – это немаловажный факт для истории всего человечества, а также истории России и окончания Великой Отечественной войны. В наше время он очень актуален, так как все должны знать об справедливом суде над нацистскими преступниками. Историческая драма длиной почти два с половиной часа. Зрители говорят, картина держит с первой и до последней минуты. В широкий прокат фильм выйдет 2 марта. Иван Сарафанов, Данил Филатов, ТНВ, Казань.